Господи, Вами, Господи, Вами, Господи, Вами, Господи, Вами, Господи. Царю Небесный, Утешителью души истинных, И живи с детствы, И стра исполняяй сокровища благих И жизни подателю приселись он мы, И очистены от всякие скверны, И спаси благое души наше. Отец наш Небесный, молим Тебе, Имею Господа нашего Иисуса Христа, благослови нашу беседу и собрание по слову Твоему Святому. Помоги, многомилостивый Господи, запомнить нам слова Твоей истины, которые ведут нас к вечной жизни, которые будут судить нас. Помоги, многомилостивый Господи, братьям нашим, которые сейчас мы с нами даруем в этот момент духовное общение с Тобой, с близкими своими. Помоги, Господи, тем, кто слышал слова Твои и не до конца еще пришел к Тебе. К собранным Тобой собери еще, Господи. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Сегодня у нас брат Владимир. Да, меня брат Игорь попросил. Да, я попросил, что в последнее время что-то... Один да, один да. А то скажут опять концерт одного автора. Но это неправда. Это истинная неправда. Браки у нас ревностные, просто скромные. Матфея 2 глава 8 стих. И послал их в Бифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте омладенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Толкование. Не имея в себе злонамеренности, они думали, что и он говорит, не злонамеренно. То есть, простодушные были, можно так сказать. Матфея 2 глава 9 стих. «Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец». Толкование. Звезда по распоряжению Божию скрывалась ненадолго для того, чтобы они спросили иудеев и привели смущение Ирода. А истина сделалась очевиднее. Но когда они вышли из Иерусалима, она опять явилась и стала руководить их. Отсюда опять видно, что это была сила божественная, а необыкновенная звезда. А необыкновенная звезда. Ибо если бы она показалась им на высоте, то как могли бы они безошибочно узнать место, где был Христос? Звезды занимают большое пространство, поэтому и ты видишь Луну, как будто она над твоим домом. А мне кажется, говорит толкователь, будто она стоит над моим домом. Да и вообще всем представляется, что Луна или другая звезда стоит над их домом. Поэтому и та звезда не указала бы Христа, если бы не сошла вниз и не стала бы как бы над самою головой у младенца. То есть ясно из этого и ясно, что это была сила божественная, не просто звезда. Поэтому и откуда мы узнаем про эту звезду? А про эту звезду мы узнаем из чисел 24 главы, когда Валаам все-таки зашел на холм, куда его завел князь Моавицкий, чтобы проклясть Израиля, народ израильский, который станом стоял под этой горою. И он не смог проклясть, а увидел, увидел предвозвещенное Господом и сказал об этой звезде. Звезда восходит. Причем не просто звезда, а это будет человек, будет вождь Израилев. И поэтому это все потом передалось через учеников этого Валаама. И на Востоке, во всяком случае, вот эти три волхва, которые сейчас собрались, они знали об этом пророчестве, которое было сделано очень давно. Можем даже посчитать, сколько лет назад это было пророчеством. Посчитать? Почти тысячу лет назад. Чуть больше, да. Было сделано пророчеством. Ну, поговорили о звезде. У тебя? Нет, у меня здесь нет. Ничего нету? Нет. А вопрос я хотел бы задать. Вот в связи с тем, что Ирод подходит к волхвам, начинает с ними беседовать и так далее. Он вот с ними беседует, потому что они язычники такие же, как он. Ну, то есть он думает, что раз они тоже не евреи, то они, наверное, мало в следующих законе. Или потому что он знал закон и хотел до конца исследовать закон Божий. С какой все-таки, какая цель-то тут была больше? Ирод? Да. То есть в них он увидел в себе соратников, потому что они такие же язычники, как он. То есть Слово Божие как-то действовало на него или нет? Он же по Слову Божьему подходит и верит во все. Или нет? Или как? Почему он? Ну да, в принципе, это еще ему беспокоиться было бы. А тут раз сюда забеспокоился. Ну да, вот этот вопрос я и задаю. Где-то сказано или просто он как злодей злодействует и все. И на его месте, если был кто-то из евреев, тоже так же бы поступили, да? Или все-таки пророчество сказывается? Или все-таки здесь как у фараона Господь говорит ожесточу сердце фараона. Вроде то же самое. говорит, иди, иди, Моисей, я выведешь народ израилев. А потом говорит, а все-таки сердце фараона ожесточу я. И он тебя не отпустит. Она сестра, что руку передала. Нет, я сейчас уже все не смогу, я потеряла. Ничего себе. Плохо это. Потеряла я. Ну и что? Кто из братьев? Селин? Какой-нибудь? Ну вообще-то это самое не поэтому. Он знал, что они знали, но ему нужно было узнать, где эта звезда и когда родится младенец, ему надо было, чтобы его уничтожить и завладить, чтобы власть его была в его руках. Хотя он как бы младенец, он еще маленький, еще не родился. Поэтому он хотел узнать, где место и пойти и убить его. Ну я вот как... Это, конечно, легкий ответ, хороший, такой правильный, вроде бы. Но я хотел бы узнать, ну вот допустим, допустим, вот Сталин, он вообще семинарию закончил. Он же знал, чем грозит отступление от Бога. Он же все читал, правильно? Да, он знал. Но ясно он знал. Но он же ничего не боялся. Храмы рушили, священников убивали, епископов же им закапывали, пытали. И ничего, и никакие слова на него не действовали. Но до поры до времени просто не действовали. Я как бы подсказку тоже уже даю. И на Ирода тоже не действовали, естественно, но до поры до времени. Значит, значит, что больше всего его в этом потрясло? Почему он все-таки пошел? Ну, сказал бы, до сказки опять начинают евреи свои эти. Мало ли они там говорят. И восстание целое поднимали против него. Он же просто войска высылал, побеждал и дальше шел через горы трупов. А здесь он по-другому действовал. Подходит, начинает заискивать. Я думаю, что здесь все, ну, мы как бы на том занятии еще говорили, это передворительно. Я думаю, что дело, еще повторим, дело все в том, что именно языческие волхвы, которые должны были служить демонам, пришли и начали говорить о еврейских законах, которые должны исполняться. Я думаю, ему больше всего это потрясло. Потому что, конечно, больше всего он верил, конечно же, в алхвам, демоничек, этим людям, которые с демоном связаны, нежели священникам, которые связаны с Богом Всевышним. Смысл понятен. Понятен, да? Да. Ясно вам, да? Он язычник и должен язычникам до конца остаться, чтобы быть проклятым за все свои злодеяния. человек это и есть, да. Но они же знали писание, волхвы. Если бы они не знали писание, они бы это... Они не знали писание. Не знали? Если бы они знали, они никого не спрашивали. Они пришли, спрашивают, где родившийся царь еврейский. И так далее. А вот... Мы дальше выйдем там, из толкования, что они знали, а что они не знали. То есть, в принципе, именно так. Матфея, вторая глава, десятый стих, Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. Толкование. Возрадовались тому, что не ошиблись, а нашли, чего искали. Видишь, оказывается, они с какой радостью. Они нашли, возрадовались. Ну, я думаю... Можно? Я думаю, от чего это произошло? Ну, как обычно, человек, который во что-то уверовал и стоит на этом твердо, но в убеждениях. А время еще до этого далеко. А кто-то обязательно попадется, который против его стоит. И ты начинаешь входить в противоречие с целой, может быть, даже системой, с целым государством или с какой-то основным учением, течением каким-то. И тебя клюют, бьют за это, все, а ты стоишь на своем. И причем не знаешь, почему, ты просто веруешь. И вот тут вдруг, когда все это вместе сплелось, и они звезду увидели обратно, то есть она потухла и нет ее. Они начали расспрашивать и вдруг вышли, раз и звезда опять загорелась. И вот тут они возликовали, они поняли, да, это истина. Это истина. И теперь они представили, как это все пройдет, как они увидят этого царя, сейчас в молодежи, потом придут к своим, своим там начнут говорить и, конечно, в итоге убедят их и они станут такими же верующими. И это вот радость, это вот общение будущего, что они правы, что будут еще души, которые будут веровать искренне. Это тоже Божий промысел. Они же это самое, им же, волхам же эта звезда показалась, и она их вела. А когда они пришли, она как бы погасла, а когда они вышли, она снова их повела к тому месту, где должен быть родиться младенец. Да. Скрышко, наверное. Матфея 2, глава 11 стих. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. Толкование. Тотчас по рождению дева положила младенца в яслих, потому что не нашли тогда дома. После, вероятно, нашли дом, в который вошли к ним волхвы. Ибо пришли в Ифлием, как говорит Илука, чтобы там записаться в перепись. Но по причине многочестного стечения народа для записания себя, сначала не нашли дома, и потому Господь родил сверхтепи. Впоследствии нашли дом, где он и виден был волхвами. Ну, здесь вот можно что сказать, что на самом деле так она может. Они родили, в Иртепе она родила, а люди, например, какие-то увидели, ну, добродушные, которые добродетельные, скажут, ну, что ты здесь будешь сейчас с ребенком, срожденным, пойдем к нам, у нас там комната есть свободная. Так вот примерно, я думаю, можно рассудить, чтобы в дом-то их потом вели, чтобы волхвы пришли и туда видели младенца в доме уже. Мы же читали двойное толкование. Никто не знает, где младенца были, где младенца видели волхвы и даже какого возраста не знают. То есть, или он только родился, или ему было где-то около года, или даже больше года. Или он все еще в этой пещере они пребывали, или уже в дому. и для спасения это не важно. Согласен. А почему так? Потому что Ирод приказал избить младенцев от двух лет и ниже. От двух лет и ниже. То есть, он тоже точно не знал. А откуда он узнал эту цифру два года? Ну, значит, волхвы пришли, потом вышли, их, наверное, искали, и они вот в этот момент тоже искали, сколько по времени это никто не знает. Все-таки это не так просто было найти тогда. Вот просвещенные души видели его в бедности и поклонились ему. Они удостоверились, что это Бог. Посему и принесли ему дары, как Богу и как человеку. Золото принесли ему, как царю, потому что царю даем мы, как подданные, золото. Ладан, как Богу, ибо перед Богом воскуряем фимиан, а смирну, как имеющему вкусить смерть, ибо иудеи при погребении намощали тело умершего смирную, дабы оно оставалось нетленным, потому что смирна, будучи суха, сушит влагу и не позволяет появляться червям или гниению. Видишь ли веру волхов? Вопрос. Они из Валаамового пророчества узнали, что Господь и Бог и Царь и что Он умрет за нас. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Число 24, глава 9 стих. Вот царское достоинство, означаемо под образом льва, а выражение преклонился означает умершление. вот во что они верили. То есть, почему даже сказано толковать, что они как Бога его даже почитали. Преклонился, лежит как лев. Как лев и как львица. Да, и как львица. Кто поднимет его? Ну, я думаю, как лев и как львица почему здесь сказано. А львица не будет тут сказано. И понятно, почему лев и львицы создают больше союз, более мощный союз, чем один лев. Это вот и показывает тут BBC канал, когда они вдвоем охотятся, практически невозможно убежать. Львица загоняет зверя, а лев тут стоит в засаде, настигает его мощным прыжком и все. Поэтому и сказано так, что как бы Господь самодостаточен. Ну, как понять? Ну, допустим, так. Вот ты идешь, споткнулся там куда-то и попал в болото и все, пока тебя кто-то не вытащит, ты не вылезешь. Господь имел такую силу, он бы сам себя мог извлечь из любой беды. И мы видим это неоднократно. И когда он разговаривал с Пилатом, то Пилату сказал, или ты думаешь, что Господь не может прислать мне 12 легионов ангелов? То есть Господь мог сам себя спасти. Но этого не нужно было ему. И потом написано еще, он воскрес. Воскрес без всякой посторонней помощи. Где-то говорится, Бог воскресил его. Но мы знаем, что второе лицо Троицы, это Сын Ненародный, Господь Иисус Христос. Это говорится для того, чтобы по смирению Господь говорит об этом. Чтобы показать величие Бога Отца. А на самом деле, ну то есть, то, что первое это первое ипостаси, лицо первое, это Бог Отец. Но на самом деле Господь и даже больше, скажем, и не умирал. Вот в чем дело. То есть, это как бы число 777 полмота божественная. Три семерки. Или бесконечность. Восьмерка перевернутая. Бесконечность. То есть, Господь самодостаточен, будем так говорить. Поэтому, я думаю, тут о лице говорится. Матфея 2 глава 12 стих. И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Толкование. Заметь последовательность. Бог сперва звездою привел волхов к вере. Потом, когда пришли в Иерусалим, через пророка сказал им, что Христос рождается в Ифлееме. Наконец, дал им наставление через ангела, они повиновались наставлению божественному слову, получив наставление от Бога. Поругались Ироду, не побоялись и преследования его, но положились на силу рожденного и сделались истинными свидетелями. Это у меня самое такое выделяемое, тут у Игнатиха еще выделено божественному слову, то есть они повиновались наставлению божественному слову. примером, тут еще идут комментарии потом Игнатий Тихонович Лапкин к этому. Ты дочитал уже до комментариев? Да, до комментариев дочитал. Давай комментарии, Игнатий Тихонович Лапкин его комментарии. Божественному слову. Библия это священное писание, Слово Божие. Задача Духа Святого и состоит в том, чтобы установить через верных своих служителей абсолютный авторитет божественных слов. Дух Божий, глаголовший в пророках, искал тех, чьи ухо открыто для этого слова. А те, кто не слушает Слово Божие, отвращая свой слух от Библии к басням, пусть даже исходящим от православных архиереев, являются врагами Божьими. Пророк Усия 4 глава 6 стих. Истреблен будет народ мой за ненастаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священно действия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Исайя 30 глава 12 и 13 стих. Посему так говорит святые Израилев, так как вы отвергаете Слово Сие, а надеетесь на обман и неправду и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падение трещина, обнаружившееся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение. А я сразу вспомнил, что говорится, искал ухо открыто для Слова Божьего, а те, кто не слушает Слово Божьего, отпращаясь от Библии к басням, пусть даже исходясь от православных археев. Притча 28-9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. То есть отклоняешь от Слова это когда ты воззовешь Господь не услышит просто. Я тут вспомнил, когда про детей тут сказано, что первое и то я забуду детей твоих. Это когда революция случилась, то после революции, но и во время революции самой было очень много беспризорников. Потом Великая Отечественная война тоже огромный процент когда дети были как бы забыты вообще всеми тоже государственные там программы были. И самое интересное то, что сейчас когда нету никаких войн, никаких потрясений таких как бы великих. Наоборот войны там совсем крошившие по сравнению с теми которые были. А все равно вот это ювенальная юстиция. Раньше когда больше были потрясения не было никаких законов таковых. А сейчас ювенальная юстиция отбирает детей ни за что. Он показывает Финляндии русская женщина приехала туда и у нее там сын и она начала заботиться о его воспитании о компьютере. Он в компьютере сильно играл. Она там в какую-то организацию позвонила которая занималась извлечением от этого. Ну и он туда начал ходить сын. Ходить начал и в один прекрасный момент она попросила выключить компьютер. ты повернулась и пошла и вдруг чувствует ее дуло уперлось в затылок. Она поворачивается он с ружьем стоит. Сын? Да. Вот куда он ходил вот это вот финская организация они там пытаются детей отучить от них от этой от игр реальностью. То есть он играет в стрелялке ну купи вот это ружье. вот купили они ружье у него это ружье то есть стреляй лучше из ружья вот так. И вот эта агрессия переросла в настоящую агрессию. Агрессия игровая. И она начала дальше обращаться в инстанции и у нее отобрали ребенка и вынесли вердикт в суде за чрезмерную любовь к ребенку. То есть она воспитывать его не умеет и сильно любит. И отобрали пацана 13-летнего. То есть к чему это все идет совершенно непонятно. Но мы теперь видим почему это случается. Почему Господь отбирает детей у родителей. По слову его. Очень часто читая прямое указание Библии продолжение комментариев мы мы приходим к лучшему пониманию данного места исходя от обратного. Если сказано что Бог за что-то одобряет говорит хорошо то ясно что если мы делом напротив указану то кажется нехорошо пагубно. мне здесь я сразу вспомнил место Писания а я говорю вам Господь любите врагов ваших даже римлян 12 19 не мстите за себя возлюбленным дайте место гневу Божию а мы все делаем все наоборот у нас православие то есть наоборот благословение идет на войну и ссылается опять же на авторитет человеческий а не на авторитет Божий Аминь А златоуст об этом очень много говорит о войне именно что что о войне он говорит самый наивысший добродетель именно когда ты уже о любви к врагам я говорю вам любите врагов ваших Господь то есть наивысший добродетель там начинается спиратам ни на кого не обижайся там потом я там некоторые места писания вспомнил приводил сейчас вот где у меня тут Матфея 5 глава 23 стих здесь говорит что если кто имеет против тебя что если ты вспомнил оставь дату то есть молитву иди прежде примирись с тем братом или с сестрой а Матфея 11 25 здесь сказано что если ты встал на молитву и вдруг здесь надо проститься чтобы если что имеешь против ты кого-то ты ему должен простить иначе тебе не проститься там дальше написано Матфея 11 25 то есть как вочин наш прости нам долги наши как ему прощаем должникам даже эту молитву не должен читать если ты не имеешь брата не можешь простить в чем-то это страшно 2 Петра 1 глава 19 стих и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколь не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших весьма нехорошо и смертельно опасно не обращаться к слову Божию при разрешении любого вопроса или местописания вот на этом я тоже решил остановиться то что я вспомнил почему именно опасно Геннадьевич говорит смертельно опасно вот даже римлянам 10-17 итак вера от слышания а слышание Слово Божие то есть если человек не слышит Слово Божие он начинает верить всяким предрассудкам мы как-то в благовестии ходили женщина не научена не слышишь Слово Божие она выходит где был как раз праздник Святой Троицы она говорит я утром встала и подумала а что такое Святая Троица и для себя решила это Господь Иисус Христос Богородица и Никола что-то творится то есть как на иконках есть у нас у православных так она для себя Святую Троицу я уже потом начал объяснять что такое Троица как 1 Яна 5-7 там сказано сие три едино то есть Бог Отец Бог Сын да многие так думают не только она да и на примере солнце ей привел а более а более того что вообще даже никто никак не понимает просто даже не задается вопросом Троица и Троица еще тут вот слова сейчас еще римлянам 10 глава что мы на прошлом занятии Тарас у нас я ему сказал прочитать 9-10 стих что если ты сердцем твоим будешь веровать в праведности а устами спать ко спасению то есть опять же нужно благовестием заниматься то есть это все ведет именно к спасению души твоей потому что там написано дальше верующий в него не постыдиться то есть ты не будешь стыдиться исповедовать господа перед людьми а если ты стыдишь ты должен сам себя исследовать уверен то есть молиться чтобы господь дал это малодушие убрал дал дерзновение хотя бы пару слов сказать о Христе решительность решительность дерзновение к этому относится вот и еще то что нехар так при разрешении любого вопроса или местописания вот я случил вспомнил некоторые случаи жизни как бы приведу их сейчас местописание что-то любого вопроса я работаю на Урале у одного брата верующего Володи Пищникова через которых я уверен он меня нанял с одним моим рабочим универующим забор ему сделать почему-то забор завалился но я его начал делать а у него он уехал как раз на работу мама у него выходит и говорит а вот тут межа такая широкая она говорит да передвинь ты сюда да и все они все равно там ничего не делают но я что-то раз думал мама сказала взял передвину забор уже поставили сделали он приезжает нет будем переделать я говорю как переделать он говорит а ты помнишь местописание межи давние говорит не передвигай то есть сейчас я прочитаю даже написано время подойдет или надо может убрать сейчас тут у меня где-то записано так перед коринфиным хорошо что слово уже есть да то есть у нас здесь мне пришлось мириться и идти переделать этот забор заново то есть делать как он стоял на раньшех старых то есть вот слово уже да потом вот я например когда у меня побег был отсюда потом я вернулся мы с братом в лагере разговаривали Сергей Попков на себе можешь показать вот с ним разговаривали а я себе молился господи как мне поступить остаться ли здесь то есть я попросил всех прощения как-то сквозь меня положил на сердце и думаю или вернуться мне обратно а брат подходит притчу о блудном сыне говорит что блудный сын как от отца не уходил потом там остался в дом все я понял ответ на мою молитву то есть вот слово Божие разрешило меня ответ на мою молитву также вот были случаи что вот так сказать зашел вот например такая ситуация была зашел домой к себе в ограду я обычно не рассказываю но тут уж как пример приведу смотрю сидит на своих вещах бабушка в очках такая такая одежда у нее потрепанная вот и я сразу мысленно вот мне понравилось когда кто стоял там нееме или кто стоял перед царем он говорит я про себя помолился в этот момент царь до него почему такой ты печальный и так далее я сразу про себя помолился господи что делать-то люди-то незнакомые сидят вот и сразу вспомним Матфея 25 главу господь говорит напоили меня накормили меня накормили то есть я сразу понял что это ответ на мою молитву все я у них такой начал у них спрашиваю кто-то стонет а там в бане лежит с похмелья мужчина ее сын они оказывается приехали с Екатеринбурга как-то здесь в деревне почему-то высадились не знаю почему но это промысел божий опять же все я спросил у них паспорта паспорта у них при себе были спросил посмотрел все вроде нормально я решил их оставить то есть дал им наш хлеб помылись под вами в бане и на следующий уток пошел в администрацию в села и там поговорил так мы сели друг друга знают администрация села мне помогла женщина устроила их на работу дала им дом но правда через некоторое время они куда-то исчезли не знаю куда они уехали вот такой случай был в жизни то есть мне слово боже знание слова божия помогло выйти из этой ситуации как поступить я мог бы просто их выгнать оттуда зачем мне там нужно прицепить я же их вообще не знаю незнакомые люди с какой целью они вообще здесь появились да так слово божье поэтому господь и сказал что не я сужу а слово мое да потому что если бы господь оставил что-то такое таинственное там неведомое как вот любят эти гадатели там всякие ворожие это только мы знаем нам только там передали бабушке дедушке то тогда по другому бы спрос был но господь то оставил слово и оно распространилось миллионными тиражами его хранили сохраняли и не просто люди а благодать божья дух божий хранил слово поэтому это слово и должно нам знать неукоснительно исполнять его в любом в любой это транскрипции или законы из божьего слова и повествования о жизни Христа или все вместе прям как вот Христос жил и все вот эти законы были вплетены в его жизнь то есть и так можно и так можно но обязательно это должны быть должны быть законы из слова Божьего не предание старцев вот я здесь вот нашел где говорится о межридавнейшем передвигая это притча 22 глава 28 стих то есть прямо говорится об этом и вот у меня еще один случай я вспомнил по молитве я молился всегда слушая проповеди Иначе читая его книги а он все время говорит о благовестии но я молился брать у меня как-то Володя там например со своей семьей говорит у меня свое поприще брат Андрей там бабушкам ходил по знакомым им свидетельствовал Слово Божие а мне как-то получилось что я один остался я начал умолить у Господа дерзновение нести Слово Божие то есть я очень стеснительный был и Господь положил на мысль ходить по вагонам вот как мы сейчас вот ходили в электричках только я там вставал и говорил Слово сразу вот и где-то у меня несколько раз так получилось после этого братья узнали я им как-то говорил а потом они такие мне говорят сидели вместе рассуждали он говорит ты Господь говорит поскольку поскольку учеников посылал на пропове по два так что иди не ходи это опасно и вот это где сказано это Луки 10 глава когда Господь избрал 70 учеников он говорит написан послал их по двое то есть и все я сразу понял они правы и я на этом прекратил то есть один я уже не пошел то есть Слово Божие как вот что делится вот это вот всякие ситуации вот к чему Игнатих сказал любую ситуацию мы должны именно любой вопрос вместо писания выбирать вот то что брат сейчас говорил о неукоснительности вот я место писания некоторое выбрал это числа 23 глава 12 стих это Валаами когда Валах его пытался все время чтобы он проклял израильский морой и он говорит я отвечал вам и сказал не должен ли я в точности сказать то что благает Господь в уста моих то есть неукоснительно как Бог сказал так я и скажу вот потом мы читаем Иисус на Вене 1.8 да не отходит себе книга законы от уст твоих но получайся в ней день и ночь тогда будешь ты успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно а дабы в точно все что в ней написано да когда ты будешь успешен в путях будешь поступать благоразумно вот и даже Иисус на Вене 14 глава 8 стих это про Халев Халев братья мои которые ходили со мною привели в робость сердца народа а я в точности следовал Господу Богу моему это Халев говорит Иисус на Вене то есть он там рассказывает другим тоже что он в точности исполнял Слово Божие он не убоялся два человека Иисус на Вене вот что Слово Божие о точности надо исполнить Слово Божие сказанное не убей значит не убей сказанное не прерывай значит никаких тоже не должно быть там сказанно например так притом это все Слово Божие она нас регламентирует то есть она нам дает общий порядок даже дня во сколько встать утром что ты должен делать в этот момент помолиться я встану рано царь Давид говорит например 56 Псалом 9 стих я встану рано царь говорит потом Псалом 118 147 148 стих предваряю рассвет и взываю на Слово Твое уповая то есть он даже предварял рассвет у нас с Инатих принято что мы встаем 440 то есть рано именно по Слову Божию потом дальше 148 стих 118 Псалом отчим предваряет утреннюю стражу чтобы мне улгубляться в Слово Твое то есть утром ты встал помолился и мы читаем сидим Слово Божие с толкованием вот так же утром разбираем ну и Инатих Аж Давид говорит свои комментарии еще дополнительно то есть какое там например как ты в течение дня должен проходить вот прочитали Иисус день и ночь поучаться то есть потом царь Давид опять же Псалом говорит что внутренность даже ночь меня учит внутренность его учит то есть все вот это например вышел на работу свою до вечера написано то есть ты должен трудиться хоть и лица своего то есть Господь нам эту программу уже заложил в слове своем только мы должны знать это Слово Божие и исполнять его уже в точности как он говорит ну тут вот это вот для того чтобы вот это вот вместить это как говорится очень много можно привести примеров массу просто я не знаю кто-то может привести что какое-то местописание его побудило что-то сделать в жизни как-то согласно Слову Божию есть у кого где-то случаи были может не вспомните просто не было ни у кого я не запоминаю стихи не получается что местописание всплыло и ты сразу ага вот ответ на мой вопрос и сразу поступил по этому согласно Слову Божию сразу не вспомнишь потом Слово Божие говорит как ты должен молиться например 1 коринфон 11 глав что женщины должны быть покрываться как у нас принято в платках женщины вот а мужчины без головного гора даже там написано и пророчество то есть когда ты где-то благоествуешь ты должен снять голову его мужчину и стричь волосы честь для мужа женщин не стричь опять же честь и тем более платок идет как именно покрывало в головы идет знак для власти над ней для положение тела там тоже как можно молиться например вот мы я был в Потеряевке с детьми разбирали о молитве я там местописание разбирал по слову божьему что можно молиться и сидя и стоя молиться можно то есть не обязательно католика судить за то что не сидя молятся там тоже местописание я приводил сидя нашел сидя молились стоя на коленях то есть земной поклоны были на лица свои это очень часто в библии сказано то есть потом простирай руки к небу то есть Соломон так молился когда Господь осветил храм то есть сошел дух Господь потом в Новом Завете сказано что воздевайте руки без нива и сомнения а в толковании там следующая стиха Блажаный Филал говорит что и женщина тоже должна поднимать руки то есть не то как мужчины относятся к стиху писания то есть насколько важно знать толкование Слово Божье потом у меня были такие случаи я хочу поделиться своим опытом как Господь мне помогал отставить в самом начале его верования свободу именно свободу во Христе иметь вот у меня например дядька был родной он курящий был у него как-то денег у него не было он говорит дай мне напачку сигарет дядь Валера говорю я тебе даже не дам сожженной спички не дам тебе на это дело почему я имею страх Божий я боюсь Бога я боюсь на суде Божьем осужден за тебя то есть во первых что как вот апостол Павла 1 калифин 3 главе 17 стих он говорит что вы храм тело наше это храм именно Духа Духа Божия то есть если кто покарает того как там сказано если кто разрушит храм того покарает Бог то есть о чем речь идет потом эфесянам 5 глава 11 стих там написано что в этом и не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обречайте то есть не участвовать это именно курение это грех то есть и так же написано пьянство например почему ты не должен именно человеку на пьянство ну как это сказать на водку там или на что там давать денег даже у меня ну таких случаев масса было просто я как-то шел с одним своими родными близкими тоже с дядей с одним мой зять Михаил и они ко мне пристали вот дай им на выпивку и все но раз я был неверующий раньше я был как для них добрая душа все время давал денег на выпивку вот а тут я знаю что я за это отвечен перед Богом имею страх божий я шел и у меня было два как говорится два выхода я уже был к тому что взорваться как бы по-человечески уже начал нагневаться потом подумал лучше мне встать на молитву встал среди поля мы шли через поле стал молиться они покрутили возле леска и после этого уже не приставали то есть вот так вот постепенно Господь мне давал отсекать а если ты этого не сделал да это в любом вопросе потом уже тебе будет сложнее даже ты возможно этого уже шага не сделаешь то есть свободу во Христе ты должен отстаивать сразу иначе потом тебе заслужено все это сделать разорвать вот эти узлы со своими родственниками вот как от меня Господь положил на себя сюда приехать я мог бы и там трудиться но Господь именно мне сказал что именно сюда чтобы я ехал я им сказал почему потому что Господь говорит что кто возненавидит отца или мать кто препятствует тебе идти за Христом мои родные никто не пошли за Христом сколько я им свидетельствовал сколько говорил то есть они даже отклоняли ухо свое родные знакомые тоже да знакомые да то есть меня даже друзей никто не это бывает Даша дочитай немного дочитай комментарий если наличие в руках Слово Божие дает гарантию света то отсутствие его дает гарантию нахождения в отме во мраке какое страшное преступление совершает пастыри не приучившие доверившимся им обращаться к этому божественному светильнику Слово Божие страшное написано преступление совершает пастыри ну и мы Слово Божие то читаем какие грозные Господь там им говорит через право что оторву даже твою руку благословляющую ну хотел сказать про вот эту поездку беседовали промежутки между двумя вот этими собраниями с отцом Олегом ну и он говорит я говорю как вы думаете какой шанс есть что люди захотят начать изучать Слово Божие он говорит да я же пытался три года подряд три года подряд я пытался насадить занятия чтобы были у нас и ну не нашлось инициативных людей все сначала собиралось много людей потом реже реже а потом все там некогда все там некогда все там дела там заняты и так далее я им говорю ну ладно там летом понятно вы там заняты вот я когда пришла на занятия первый раз в политическом институте послушала второй и вот понимаете у меня вот такое стало состояние такое было вот я выходя оттуда мне прям вот вот куда это в небо хотелось разлететь и кричать люди опомнитесь люди опомнят вот такое было состояние вот именно проповедь от такой которую я услышала у меня прям вот все горело внутри все горело думаю господи да как же я жила да я же ничего не знала не понимала я ни одного занятия никогда не пропускала мне было просто это ну я не могла без этого просто не могла они если они так преподают им что оно просто их не захватывает они не знают этого слова божьего толкования как следует и ну тары-бары растабары пошли они просто их не могли дело в том что здесь на духовном уровне все передается если ты словом божьим пропитан ты этим живешь не просто ты его знаешь читаешь ты этим живешь и люди это чувствуют и от душа их откликается а если ты хочешь просто как сказать машинально такое как в семинаре обычно просто преподуй как урок русский язык английский историю просто для отметки точно так же и здесь надо выпросить у Бога чтобы Господь благодатью коснулся сердца человеческих именно которые у тебя пастор находятся а этим надо жить то есть ты должен соблюдать весь закон который здесь указан в Святой Библии то есть здесь уже самого себя надо пересмотреть верю ли ты находишь и тогда Господь через тебя будет именно действовать написано премудрость не войдет в лукавую душу и в тело порабощенное греху вот две причины которые препятствуют человеку чтобы в него ушла премудрость то есть Дух Божий начал в нем действовать грех и лукавая твоя душа вот как и в этих проповедниках тамошних которые они самих надо научить еще много проповедника зависит ну вот я вместо писания к чему привел Господь почему например он избирал таких как пророк Еремия младенца избрал я хочу местописание к вам подытожить чтобы чтобы и все поняли тоже и вы сами тоже к чему мы все идем глядите Галатам вторая глава 6 стиха из знаменитых чем-либо какими бы ни были они когда-либо для меня нет ничего особенного Бог не взирает на лица человека на лице и знаменитые не возложили на меня ничего более напротив того увидев что мне верено благовествование для необрезанных как Петру для обрезанных ибо содействовавший Петру в апостольстве обрезанных содействовал и мне у язычников я узнав о благодати данной мне Яков и Кифа и Иоанн почитаемые столпами подали мне и варнави руку общения чтобы нам идти к язычникам а не к обрезанным только чтобы мы помнили нищих что я старался исполнить в точности то есть надо смотреть не на человеков как правильно я сказал нет что там потом обо мне скажут а нужно смотреть только в Слово Божие и тогда вера придет а вера если не через Слово Божие а от себя она не приходит к людям поэтому ты можешь прочитать Слово Божие а потом начал толковать а толкуешь то опять же смотришь назад на каких-то выше себя вот апостол Павел не смотрел даже на учеников Христа вот так вот да как же так сейчас как же так как же он благовестовал а то что передали ему вот в Дамаске Анания Анания может слышал от Петра от того же и ему этого хватило почему вера пришла в него он слышал слова Иисуса Христа и он пошел проповедовал и когда он закрепился в проповеди стал истинным проповедником проводником слов Божьих до душ человеческих причем так как он проповедовал язычников и Господь ему видать на сердце положил это и благодать Божия действовал тогда и дух Божий его туда послал и он стал язычники это было пустое пространство там не занятое ни кем никто из иудеев не мог там проповедовать а еще языческих проповедников не было и вдруг апостол Павел который жил среди язычников в Антиохии ревностно себя показал против христианской общины в Иерусалиме и вдруг изменения такие все и вот он со своим научением со своим огромным багажом талантом в передаче информации людям причем божественной информации это он же передавал веки когда-то и вдруг вот на него наложилось дальше Слово Божие и он в полноте его понес ну что можно сказать так о книжнике в котором вносит старое и новое и он там еще говорит в одном месте я хотел найти но сейчас это не нашел он говорит вам говорит я проповедовал по моему тоже галатам же это перед глазами которых как бы был начертан Христос то есть вот как он мог рассказывать он видел перед своими он как бы как рисовал перед ними эти образы я нашел 3 глава галатам он несмысленный галатый кто прельстил вас не покоряться истине вас у которых пред глазами пред начертан был Иисус Христос как бы у вас распятый вот как надо рассказывать вот так если говоришь о распятии Христа то покажи людям вот он распятый висит чтобы люди содрогнулись от ужаса как это было как рассказывает Пугачева вышла и рыдала из зала когда посмотрела Мэла Гибсона это Страсти Христовы фильм и после этого несколько дней Филий Киркоров все были под впечатлением таким это как же вот так вот ну здесь да кинематограф но надо говорить по слову Божьему вот так чтобы человек загорелся вера это отслышание отслышание ну я поэтому людей конечно понимаю батюшка тоже когда он представляет и говорит вот это другие люди видите они другие они по другому и говорят а для нас там не по другому говорят у нас мы как бы привыкли к этому даже наоборот на тебя еще под крик тут скажут ну что ты тут руками размахался еще эмоционально батюшка еще выйдет ну ладно ладно все хватит хватит ты что-то распалился будешь в другом месте там такие проповеди двигать у нас хватит у нас и так ты тут всех покорил уже никто тебя не слушает я говорю братьям комментарии под роликом стоят то что они благовестовали в этих деревнях в Романово там некоторые пишут комментарии что говорит Игорь Дубнов надо на канал союз пускай там вещает по всему каналу дерзновенно ну а братья только ухмыльнутся и скажут да 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 знаем мы все это песнопение очень хорошо понравилось песнопение может быть и пели да и пели один это три песнопения спели а одна протестантка пишет что говорит то что услышала проповеди она говорит вы как баптисты в православии или православные в баптизме а Игорь говорит это и есть православие баптизма не было просто это истинное православие просто таким оно должно быть да примерно вот они наши вот они наши сестры которые не до конца понимают веру свою во Христа в Бога они должны и вырасти из младенчества перестать пить это грудное молоко они должны перейти к твердой пище а для того чтобы перейти к твердой пище должен кто-то быть который даст толчок этот чтобы они нужные слова начинали читать читать сами не то что как батюшка им там ну как вот Сергей мне понравилось сказал батюшка до того просто сказал проповедь даже у меня как-то это так душе до того просто не надо так просто люди много поймут тем более что нас блаженные филакты златоуст поднимают до великих высот в толковании своем просто выйти взять толкование даже вот возьмешь толкование вот мне понравилось как отец Константин в Красноярске делал вот берет вот прям с этой книжкой с нашей выходит местописание прочитал и прям тут же без этого ага вот сейчас а сейчас тут блаженный филакт тут еще блаженного филакта и раз что-то комментарий ага и тут вот еще еще комментарий тут вот еще раз комментарий Игнатик значит туда же представьте ого-го тогда все так засеяло и потом такой ко мне поворачивается брат у тебя слово будет сказать после такого то что тут говорить то тут легкотень представляешь конечно будет слово и я прям такой растроганный прям аж со слезами на глазах думаю ну надо же ну вот и все только ну что надо еще и вот так же отец Олег вышел бы об этом юноше открыл бы место писания какое было кстати Матфея 10 глава Матфея не помнишь я то уехал наверное по Матфею читали открыл бы это место писания да столкованец и все и началось бы здесь и у него бы заработал разум и он бы знал что уже говорить а так конечно слова Христа без толкования святых мужей которые пережили нету наверное с новым забитым от вашей поездки нету с толкованием как там нанесят будут какой-то будет результат там или нет но я спросил отца Олега так хорошо он же спокойный такой вообще мы то ехали думали может какой подвох или что ну все время какие-то подвохи но так как все прям благополучно он прям вот вышел вот я вот зашел в храм поклонился поклонился три раза как всегда шапку заломил там еще зашел вот храм полный людей наверное человек ну под 60 людей да забить так храм сестры там поют четыре сестры поют ну так немножко тут братьев братьев там немного молодежь смотрю прям женщины и ребята есть молодые и девушки молодые ну и я постоял посмотрел почувствовал что дело идет к литургии к причастию я даже думал что уже за причастными поют что-то у меня такое мелькнуло думаю за причастными что ли ну тут что-то рядом я вышел говорю сейчас батюшка проповедь будет говорить давайте пойдем сходим ну все вышли раз и тут начали там продолжение службы смотрю к причастию немножко подошло там людей человек шесть ну и все и он выходит с проповедью они не пели псалом 33 не пели просто сказали ну видать то что собрание там так далее сократил он не стал да ну это да ладно потому что я думаю сейчас еще псалом будет и так время будет тянуться а тут он раз-раз и вышел сразу с проповедью с проповедью вот сказал немного там минут десять ну выводы сделал какие там эти все и я тут себе уже проповедь другую поставил на его проповедь уже которая расширяет и говорит о вере ну и как вот почти что вот так вот я и сказал только еще потом начал дополнять то что мы ехали в машине перетирали ну это Нина Александровна меня в общем возбудила на все это она сказала последнее время Игнать Тихонович там очень много говорит о рождении свыше вот об этом надо давить на это вот только рождение свыше все но может быть вот тут в этом храме я правильно о рождении свыше говорил потому что молодежь была там и так далее ну и видно что люди вот как-то вот была какая-то реакция от зала а когда туда приехали там одни бабушки Сидоров да и я там тоже о рождении свыше говорил и упор при чем сделал на рождении свыше я потом понял что не на то надо было делать упор среди бабушек надо было делать упор на веру во Христа искупление Христом грехов наших и потом пошли вопросы как раз о грехах я понял что я упустил время много упустил пока тот это перлюстрировал и говорю ну Нина Александровна это вы меня так завели неправильно я начал говорить вот уже говорю и смотрю в глаза и понимаю что это когда мы концерт первый поставили с Мариной по ветхому завету и начали когда концерт начался и реакцию зала я смотрю нашего братьев сестер реакции нету некоторые только и мы потом с Мариной я говорю Марина я что-то не понял что не нравится а оказывается никто ничего не понимает что там происходит на сцене мы же не объявляли о чем идет речь а никто ветхый завет то не знает а все же по ветхому завету мы ставим мы то думаем библеисты все а все сидят вот все что-то влогнуться а потом мы же второй концерт начали уже рассказывать все уже все до такой степени тоже это мне странно ну и вот такая же отдача здесь в зале чувствую я не то говорю а потом я уже говорю надо было о другом говорить надо было просто о страданиях Христа говорить о том чтобы они полюбили Христа полюбили его слова для начала а потом выше каком-то рождении свыше да конечно и вообще непонятно что такое рождение свыше там Никодиму еще может что-то и было понятно он все-таки учитель Израилев но они-то не учителей израильских даже учились у отца Олега даже не стали учиться вот в чем дело он может быть что-то и показал бы отец Олег но при его занятости вряд ли бы он смог показать так как у нас показано а может не занятость а может знание знание ну не такие же нет но он же учился все-таки в семинарии так они все учатся он мог показать слово Божие ну когда говоришь о блаженном филактире о златоусте златоуста знают но златоуст он толстый ну в смысле много информации попробуй его обложить правильно а обложенного фефилакта мало кто знает то есть тут нужно быть такому полиглоту интересному идти по обложенному фефилакту а уже знать златоуста вот в чем смысл здесь расширенно нужно пройти курсы и только как самому их пройти больше нигде невозможно или у Игнатия Тихоныча Лавкина ну ладно дальше продолжим Матфея 2 глава 13 стих когда же они отошли все ангел господин являются во сне Иосифу и говорит и говорит встань возьми младенца и матерь его и беги в Египет и будь там доколе не скажу тебе ибо Ирод хочет искать младенца чтобы погубить его толкование вот для чего Бог попустил деве быть обрученную здесь видно что это сделал Бог дабы Иосиф внимательно заботился о ней бежит Господь дабы уверовали что он истинный человек ибо если бы он попавший в руки Ирода не был убит то подумали бы что он воплотился призрачно бежит в Египет дабы осветить и его особенно два места были гнездом всякого нечестия Вавилон и Египет и так от Вавилона он принял поклонение через волхов а Египет осветил собственным присутствием будь там до тех пор пока не получишь повеление от Бога и мы ничего не должны делать без воли Божией заметь безумие человека желающего взять вверх над волю Божию ибо если родившийся не от Бога то чего боится если же от Бога то как может погубить его вот здесь можно обратить внимание будь там так будь там до тех пор пока не получишь повеление от Бога то есть это и апостолы были они ждали до того как сошел Дух Святой на них и мы ничего не должны делать без воли Божией вот я вспомнил сразу пророку Иоанну как он пытался убежать от воли Божией я главное сам себя сравнил когда я убегал я точно такой же пытался уйти от воли Божией как я хочу именно а не как Господь повелевает ибо если родившись не от Бога то чего боится если же от Бога если же от Бога то как может погубить его это опять же верующий только может рассудить духовный написан судит о всем только может верующий об этом судить потому что он знает Слово Божие сколько ветхозаветний пример апостол Павли это были образы для нас можно было бы его сделать есть такая наука называется геронтология слышали наука старости и ну сектанты спектр программа сидит бабушка такая наверное как наша Раиса Николаевна может постарше и сидит рассуждает по Слову Божьему как что говорили о старости язычники и что говорит о старости Слово Божие вообще старость это конец или все-таки опыт опыт который можно передавать и так далее опыт и я просто смотрю на Иосифа ведь Иосифа рисует молодым молодым таким и все спокойно сектанты говорят 100% он спал с Престой Богородицей ну то есть там дети у них были это однозначно он парень такой мощный плотник ясно дело что семья у них была а ведь предания говорят что ему было практически 80 лет и он был дан в обручнике так и был дан в обручнике даже не мужья для того чтобы так как она жила при храме этим было показано что у ней не будет мужа она поэтому говорит да как я у меня что будет это если я мужа не знаю то есть не знаю это не значит что вот сейчас не знаю а завтра буду знать не знаю это значит что обед дала никогда не знать мужа перед богом поэтому и введена была во храм но не в святая святых там было где жить с других сторон храма в святая святых переборщили монахи конечно об этом говорилось это бы всем была смерть ей тоже в первую очередь святой святых обитал только господь который соблаговолит жить в англии находиться в англии написано и вот он свои 80 лет проявил себя настоящим богатырем настоящим решительным витизем вот как раз я об этом проповедь читали вы помните решительность и смелость проявил вот тебе и геронтология наука старости вот и пример с кого можно брать она ему не просто во внучке годилась а даже в праправнучке ей было всего-то 14 лет тогда когда он был первым первым и единственным хранителем благодати божьей в человеке поэтому если вы старые обратите внимание на Иосифа Слово Божье это о чем говорит и в старости а не кладовит и сочны и сочны духовно имеется ввиду в первую очередь духовно и обновляется как орел юность моя обновляется как орел там там такое предание было раньше что орлы они такие зоркие и какое-то время приходят когда они старые еще они куда-то залетают окунаются где-то в озеро и прилетает у них опять острые очи обновляются вот так и человек когда вроде старый но если он живет со Словом Божьим и передает Слово Божье другим он обновляется человек каждый раз надо это помнить да все равно нужно говорить да 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 вот это вот сетование оно как раз вас и молодит как-то странно так вот пошла по соседям они не-не-не не надо не надо а что на зоне ну эти кассеты-то я диски-то вставляю же послушать вместе да вместе давайте послушаем какие диски вы хоть говорю что-то послушайте да хоть как-то разумитесь не-не-не-не не надо у меня голова болит не надо я говорю да вот она не будет болеть не надо ничего не надо этой соседке звоню то есть а Бог добрый он простит всех он простит а Господи то есть Дух Божий человека читающего Слово Божие слушая проповеди на основании Слова Божия побуждает к чему делиться с ближним своим я пришла заплакала там отказалась другая отказалась я упала и говорю котка ну почему люди не хотят ничего понимать ну почему люди не хотят ничего слышать Господи ну разуми ты и Господи мне так было горько на душе прям вообще очень хорошо да так это вы не только плачете мы смотрим Ветхий Завет Новый Завет сейчас наше время как говорится наше время всегда блажены плачущие почему плачущие они блажены потому что они плачут не только о своих грехах но о грехах ближних своих те которые они видят что они не знают как бы была вот эта соседка молодая а эта как он и ничего не хочет Завет Дарья Дарья о чем говорит что он даже сокрушался я говорит даже как он говорит там вовречище одевался когда что-то там не случалось о врагах своих он говорил а они когда с ним случилось они сразу начали зарадоваться его падение ну давайте конец наших занятий сейчас уже близится уже все осталось несколько минут давайте споем песни какой именно я хотел спеть песню называется о божьих слов не пропускай так подожди мы закончили на 13 стихе давай ну только я что-то песню не помню да вам брата сюда пустить сам возьму ты помнишь брать немного ну и сестры подпоют нам ну и подхватывать ей припев споем и как раз вспомним о том всем о чем мы говорили сейчас особенно последнее почему человек не идет как ему припев а все опирается в нас главное что песнопения не будут слушать ничего не слушают о божьих слов не пропускай не закрывай от цвета глаз и сердца не ожесточай о будь спасен приди сейчас день завтра может не плеснуть и солнце не осветит нас теперь пора о мудрым будь о будь спасен приди сейчас не не может мир нас наградить в нем нет отрат он я для нас начни по христиански жить о будь спасен приди сейчас дей 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 завтра может не блес и солнце не освет не освет теперь пора о мудрым будь о будь спасен приди сейчас господь не хочет тех изгнать кто с ним ступил в общенье раз он хочет в них свой труд начать о будь спасен приди сейчас дей завтра может не блес и солнце не освет нас о пепара о мудрым будь о будь спасен приди сейчас а мы с тобой пели на два голоса этот припев помнишь когда тут строили еще когда копали погреб когда юра приходил да мы с тобой разучивали на два голоса да помню у меня есть когда песнопение нет кассета надо будет посмотреть да да мы напевали кассету специально для сестер чтобы они с нами начало смотреть ну спасти Христос всех помолимся брат отец о это отец может быть я не ошибся отец Сергий как это сказал надо что брат Сергий давай с Богом демок 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 Благодарим Тебя, Христе Божий, на то, что и в этот день позволил нам прикоснуться к Твоему Слову, Святой Библии. Дай все услышанное, Господи, запомнить, понять и дай дерзновение рассказать другим людям. Пошли на нашем пути людей, жаждущих слышать Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, за услышанные наши молитвы, за то, что Ты послал на нашем пути таких людей. И посеянное в деревнях Романово и Сидоровке, возрасти, Господи, силы Твои, поливающий и насаждающий ничто, Господи. Но все Ты, Бог возвращающий, присоедини к Твоей Святой и Соборной Апостольской Церкви еще новокрещенных, Господи, души. Дабы мы вместе с ними могли славить великолепное имя Твое Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. 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 Великолепное. Невеликолепное.